здравствуйте глубоко уважаемые зрители канала заметки нумизмата продолжаем с вами беседы о золотых монетах датированных временем правления императора всероссийского николая второго и сегодня поговорим про еще один номинал весьма популярную монету хотя несколько странно 7 рублей 50 копеек и в первую очередь конечно же возникают чаще всего вопрос откуда вообще такой странный номинал половинчатый рублей копейки именно 7 до 50 ну в реальности конечно же ответ лежит на поверхности реформа витте деноминация золотых монет фактически цена золотых монет содержание в них золото уменьшилась на треть таким образом старый империал александр третьего десятирублевка времени управления превратилась в равную по весу и размеру 15 рублевую монету николая второго отсюда появился первый странный номинал 15 рублей ну или как иногда говорят подчеркиваю не совсем корректно империал да эта монета равна старому империалу но представляет собой в новом числе естественно полтора империала 15 рублей а вот равный по размеру и весу бывший пятирублевки или полуимпериалу александра третьего естественно теперь стала соответствовать монета в семь с половиной рублей вот с целью постепенного перехода на новую денежную систему перехода на более мелкие по номиналу монеты при том же содержании металла и был избран временный переходный номинал 7 рублей 50 копеек монеты эти также как и 15 рублей чекались на протяжении нескольких лет но с одной и той же датой 7 рублей 50 копеек 1897 года и именно в 97 году был конечно чеканин основной массовый тираж этой монеты ну и естественно как свойственно любой массовой монеты имеющие тиражи измеряемые миллионами или даже десятками миллионов штук конечно же монета чеканилась различным инструментом изначально вероятно было несколько вариантов эскизов и пробных инструментов кроме того также важно что монетный двор всегда старался использовать имеющийся объем инструментов или заготовок эскизов по возможности наиболее широко и если был изготовлен уже какой-то другой инструмент ну скажем для медали или пробный переходных монет его далее также использовали поэтому встречаются 15 рублей с портретом от империала и также встречается и семь с половиной рублей с портретом полу империала временной переходной монеты времени николая второго ну а для нас наверное наиболее важны те вариации этой монеты которые можно относительно легко найти и заплатив сравнительно невысокие деньги положить в коллекцию а таких основных вариантов два я не представлю на сегодня это распространенная массовые монеты которые все привыкли обычно 7 рублей 50 копеек с узким кантом и монета широким кантом причем и большинстве справочников она так выделяется как монета широким кантом считающийся относительно редко бывает так что из ста и больше монет все с половиной рублей которые удается пересмотреть какой-то заначки или партии нет ни одной широким кантом бывает наоборот недавно из относительно небольшой партии там 25 монет а в целых четыре оказалось монеты широким кантом что кстати говоря также подтверждает что какие-то периоды обращения монеты находить в обращении одновременно вращались свободно воспринимались населением как совершенно одинаковые и поэтому в различные заначки закрутки банковские ролики попадали монеты и того и другого типа без разбора для нас это интересно тем что конечно же монеты широким кантом выглядит совершенно по-другому и портрет на ней другой приложив некоторые усилия и несколько большее средство коллекционер вполне может положить себе как монету с узким так и широким кантом а уж есть и продвигаться дальше то можно выделять еще разные варианты портрета отличия те есть самым редким сейчас считается вариант широким кантом рельефным портретом встречается крайне редко но и даже не у всех крупных коллекционеров такой вариант монеты есть тем не менее его можно может быть даже и случайно найти среди других монет так как не все его выделяют не все его видят и продавец или бывший владелец коллекции может вполне продать вам или предложить такую монету с широким кантом с рельефным портретом не придав значения редкости предмета которые вам предлагают успешного вам пополнения коллекции удачи